Привет, ребята! Ещё один видос по Crossout. Я тут немножко намудрился с машинами. Попробовал, короче, переставил нижние эти... Как его? Рамы? Да, рамы. Переставил их, короче, потихоньку. Кстати, я наконец-таки догнал, как можно сделать так, чтобы... Можно было вниз присобачить какие-нибудь эти... Чё за нахуй? Почему? Да ладно. Короче, можно сделать такую вот шнягу. Вот, допустим, поставить вот сюда раму, да? То есть, по идее, она всё, она уже катается, да? Нормально. Вот, можно, допустим, взять какой-нибудь ящик... Ну, там, боевая укладка, я не знаю, боезапас дополнительный, да? И присобачить его вниз. То есть, ну, возьмём, допустим, тоже радио, да? То есть, берём и собачим его вниз. То есть, тоже довольно-таки такая полезная шняга, потому что... Ну, в принципе, даже если подумать, чём у меня там вот валяется. Вот у меня здесь есть радио, есть генератор лёгкий. Во, прикольно, да? То есть, по идее, в идеале... Можно взять и ещё не присобачить из этого вниз. Ну, это я так, просто показать, да? Я просто тогда, в прошлой серии, не понимал, как они всё это... Ну, там, вниз какие-то детали приваривают, приваривают, так сказать, да? Я вот этого вообще не понимал, потом только недавно догнал. Да, такая музыка пиздатая, а? Просто обалдеть. Не, вот реально обалденно. Причём, именно вот это, остальные такси. Под неё убиваться охота. Так, ладно, поставим, короче, раму. Сейчас. Ладно. Короче, перестал я немного раму, и... За счёт этого здесь, короче... Появилось место, куда можно поставить. Потому что раньше пушка, она немножко выпирала на одну... Такую клетку, так сказать. А теперь она как бы не выпирает, а присобачиваю стенки. Так сказать, дополнительная броня. Ну, присобачиваю всякие декорные знаки. Декоры, элементы, так сказать, да? Ну, там трубу передвинул. В принципе, всё нормально, только она стала чуть помедленнее. Вот это хуёло, да. Ну, и чуть побольше, и внешний вид у неё стал не такой красивый. Ну, хотя, в принципе, на внешний вид не... Хотя, нет, мне не насрать на внешний вид. Не хочу, чтобы моя машинка была красивой. Ну, в принципе, то же самое я сделал с этой. Правда, раму я не приставлял, ничего я просто тупо взял. Навесил сюда брони, потому что у меня эту пушку очень часто отстреливают. Вначале боя прям очень часто. Не успеешь ничего ей сделать. Пять секунд постоишь, и уже всё капец. Вот, ты, мать не, так сказать. Можно, конечно, попробовать ещё сюда поставить. Мне просто вот интересно, если я поставлю, то изменится угол поворота пушки? Вот, если изменится, то будет очень хуёло, потому что... Ну, дайте посмотрим. А, нет, смотрите, нифига не меняется. Видите, она так же крутится свободно. Слушайте, круто вообще, а? Вау, круто. Прикольно. Ну, вот, считай, ещё две эти навесил. Вот только надо ещё вот сюда что-нибудь навесить, потому что как бы всё это открыто, тут бочка стоит в открытую. Что как бы не очень хорошо. Наверное, надо повесить что-нибудь. Ну, а вон, в принципе... А-а-а, соки! Как так-то? Так, бля, стоп. Так, ну, самый важный элемент это пушка. На кабину мне, в принципе, насрать немного. Так что можно переставить по бокам. Потому что стоит, ну, прямо в открытую, считай. Блин, такая музыка обалденная, не могу, а? Ай, чёрт возьми. Понирай на пакте охот. Такая душевненькая музычка. Ещё так называется, я посмотрел там... В NIT нашёл там, что вконтакте добавить. Ну, не телефонская часть. Просто так. Потому что приятная музыка такая, пипец. Ладно, короче... О-о-о! Не то нажал. Ладно, погнали, попробуем сгонять в бой. Сегодня, я не знаю... Давайте... На этой... Фигне поездим. Вот, поездим, короче, на рейдах. Вот, не знаю, погоня за грузом, это нереально. Ну, давайте чисто на рейдах погоняем. То есть, похищение, штурм, фабрика. Чё там? Штурм опять. Какие у меня, кстати, очки мощи? 4 250. Чё-то маловат. Ну, ладно, чё с ним? Машина такая уродская стала. В принципе, спереди смотреть, то более-менее. А сзади... Хотя, в принципе, норм. Вот это вот говно надо убрать. Выглядит по-уродски. Ну, ладно, поехали, короче. Так. Потасовки. Зараза. Потасовки нихуя не работают. Обидно. Ладно, погнали на похищение. Так, у нас там какие задания-то есть? У нас есть, знаете, дробовики. Отлично. Как раз ещё и сезонные задания повыполняем. Ладно, погнали. Погнали. О, меньше моментально. Смотрю, там особый крусаут никто не смотрит. К сожалению. Ну, ладно, в принципе. Я всё равно пока поснимаю, потому что снимать пока нечего. Особо. Так. Кстати говоря, я пушил ещё три пушки. Вот эти вот. Как они называются? Мстители? Чё это за шайтан? Трубота? Ну, короче, я не знаю, как она называется. Я потом посмотрю. В общем, улучшил ещё одну такую пушку. И у неё, короче, выпала такая бесполезная хрень. То, что у неё отдача уменьшается на 15%. То есть это очень бесполезная шняга. Очень бесполезная. Не, вот реально прям, ну, вообще бесполезная шина самая настоящая. Ай, ладно, чёрт с ним. А, кстати говоря. Уменьшена отдача. Вы можете почувствовать сейчас. Потому что у меня пушка с уменьшенной отдачей как раз-таки на этой машине стоит, по-моему, если не ошибаюсь. То есть, видите, вообще она почти не подпрыгивает ничего. Она раньше чуть ли не подпрыгивала, а сейчас... Ну, а сейчас, ну, немножко так. Вообще, в принципе, почти ничего не происходит. Но всё равно беспонтовое улучшение, на самом деле. Очень беспонтовое. Ты знаете, ты на те машины надставить, на которые, короче, ставишь в линию, да, три пушки сбоку. И вот так вот стреляешь. Это чтобы когда ты одновременно стреляешь, чтобы тебя на бок не перевернуло. Не перевернуло, ёптвою мать. Вот видите, да. Короче, чтобы тебя на бок не перевернуло, надо вот такие вот пушки ставить с уменьшенной отдачей. А то просто представьте, три таких одновременно пушки фиганут. Это явно ничем хорошим не закончится. Ну всё, я застрял. Ну ладно, тогда будем стоять и дефить подход к ящикам, да. Пусть там пока наши скатаются. Ах ты, сука. Засранцы. Потом сразу чувствуется, что у этой пушки не хватает дальности, потому что... Не знаю, к той пушке привык, тоже улучшенный, у которого дальность повышена. Причём, что сам прикол-то в том, что там вроде как... Как дальность-то повышена, но она повышена всё на полотделения. А чувствуется она прям очень жёстко, ну вот реально очень жёстко чувствуется. Прям реально. Кстати, в чём прикол? Я ещё так посмотрел, оказывается здесь... Я не знаю, здесь можно пушки, может, вообще-то бесконечности улучшать. Но можно, короче, взять три улучшенные пушки и их тоже улучшить. И вот потом интересно, чё из этого выйдет. Самый прикол в том, что ты как бы улучшаешь, да, вот эти все пукалки. А прикол-то сам в том, что как бы их продать-то нельзя. Их потом девать просто некуда. Здесь такой вот большой минус, как бы. Очень большой. Так. Как там наш-то, кстати, проживает? Чё стою? Вон, едут потихоньку. Вот. То есть это большой минус, очень большой, потому что... Вот, допустим, взять три пушки. Они стоят, ну, по сотне минимум, если их продавать. То есть, получается... Блядь, опять. А-а-а, сука, отъебись! Голдон. А, всё, отлично. Так, пусть он уходит, а мы попробуем их задержать. Сдохнем и, в принципе, ладно, не страшно. Всё, пиздец. В общем, короче, давайте представим. Есть у нас три такие синенькие пушки, да? От механиков. Одна из них, допустим, стоит сотню. Тратим, короче, три такие пушки, получаем одну улучшенную. То есть, получается, три сотни у нас убывает, грубо говоря. Потом создаём ещё две таких же улучшенные пушки. Потом эти три улучшенные пушки, опять же, улучшаем. Я, правда, не знаю, чем мы получим взамен. Вот, честно. Я потом посмотрю. Вот. Я, в принципе, сейчас всё равно буду экспериментировать немного. Потому что, ну, знаете, в этой игре всё равно потом всё слетит. Тут потом будет общий вайп. Вайп, так сказать, да? Так что, на самом деле, не страшно. А поскольку открытый бета-тест скоро будет, считай, так сказать, с месяца на месяц. Ну, типа с минуты на минуту, да? Ну, короче, очень скоро. То есть, считай, ну, вайп, я думаю, ожидать стоит очень скоро. Так что пока самое время поэкспериментировать, чтобы потом примерно знать, как развиваться побыстрее. Вот. И вот интересно, что потом получится. Когда три улучшенные пушки улучш. А потом ещё, потом ещё, потом ещё. Я, конечно, понимаю то, что ты дикий минус пойдёшь. Прикол в том... Не знаю в чём. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Так, отличная победа. Купоны. Класс. Ну, вот даже давайте проверим. Посмотрим, чувствуется или не чувствуется. Вот эта вот вонючая отдача. По-моему, это она, да? Да, 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 дальнобой... А, нет, стоп, это дальнобойный. Ну, вот давайте его уберём. И повесим вот на эту, допустим. Смотрите, вот на эту давайте выкатимся. Вот. Видите, вообще почти никакой отдача. Вот давайте посмотрим. Прицел вообще почти никак не скачет. А что самое главное, ускорения особого нету от этого. То есть, смотрите. То есть, раньше прям конкретно стрелял, и машину чуть ли не переворачивала от того, что ты в воздухе стреляешь из пушки. То есть, нормально такое ускорение было. Ну, то есть, видите, не особо так чувствуется уже. Машина даже почти не подпрыгивает. А если, допустим, поставить вот эту... Дальнобойный вот этот, судья. Вот, сейчас, минутку. Присобачим. Куда я его присобачил? Ага. Ща. Ну-каська, давай-ка. Блин, они так его ставят. Во, отлично. Ну, смотрите. Вот видите, она чуть ли не подпрыгивает. Ну, не подпрыгивает, но отдача сильнее чувствуется. Давайте даже попробуем. Хотя, знаете, нихуя она не чувствуется. Короче, я просто-напросто просрал три пушки на судью без отдачи. Которая, в принципе, вообще никак не мешает. Ну, вот честно, ну, блядь, никак-то. Так, ладно. Дальнобойный без отдачи ставим на эту. Жняву. Малютку, так сказать. Машинку. А дальнобойный ставим на эту. В принципе, у меня есть и башенная пушка такая же. Которая, как бы, так сказать... Ну, может, это вертеться. То есть, минус этой в том, что она не вертится никак. А та вертится. Вот. Ну, как бы прикол в том, что она там шесть единиц, по-моему, занимает. Придется что-то убирать. Либо генератор обновлять. А с бабками у меня не айс. Вот так вот. Так. Ну, че, погнали? Би-бив. Упс. Бедняжка, вот. Ой, блядь. Не дай бог он ко мне подойдет. Со своей ваньющей пилой. Или че у него там? А, кстати, знаете, в чем прикол? То, что, допустим, если машина совсем легкая, совсем легкая в боях она попадается, да? То берешь из пушки, по ней фигачишь сбоку, и она переворачивается. Вот это вообще круто прям. Такая легкая прям машина едет на супер такой большой скорости. Ты в нее стреляешь, она просто такая берет и переворачивается. Такой кайф. Просто прям, блин, блин, блин. Не, ну реально прям просто обалденно на самом деле. Такой кайф испытываешь. Потом подъезжаешь, добиваешь. Блин, опять я как инвалид, а? Жалко, у них ремкомплектов, хотя они не помогают. Это не от этого ремкомплекта. Это, по-моему, для общего восстановления. Для того, чтобы вернуться в бой, так сказать. Вот, чувачку помочь. Блядь. Вон отсюда. О, почти получилось. Бля, не хочу, чтобы он мне жопу тыкал всякой фигней. Давайте отсюда свалим. Ой, чувака взорвали. Сейчас меня будут взорвать. Вот эти вот контактные орудия, это такая вещь на самом деле. Если их правильно прифигачить, и правильно с ними играть, то это вообще жесть самая настоящая. О, видите, у меня там циркулярка сбоку, да? Висит. Этого говнюка. Так, отлично. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Такой квадрат едет. Ой-яй-яй-яй-яй. Деканструктор. Так, один уже сдох, кстати. Причем сдох настолько, что он даже вернуться не может. Мужик, хватит! Пожалуйста! Блин, зараза, как мне не хватает. А, нет, у меня здесь дальнобойная стоит, точно. Странно. Бля. Почему стоит-то, я что-то не пойму. У нас все такие инвалиды стали, без колес. Ну, ничего, не страшно. Сейчас вообще сдохну. О-о-о-о! Ёб твою мать, уйди от меня! Демон! А-а-а! Сука, отстань! О, все. Ну-ка, шо за нахуй. Все, все колеса поостреливали. Что-то я не пойму. А что, все сдохли, что ли? Ну? Давай, чувак! А-а-а! У него колес нету, видите? Так, вон, давай сейчас поедем ему на помощь. Что-то, мне кажется, провалится сейчас вся эта фигня. Тот чувак, который подобрал груз, он тоже такой искалеченный весь. Ну, вон, еще мы едем. У меня, конечно, машина слабенькая, но все равно. Надо, короче, эти пулеметы стандартные убрать. Нормальные пулеметы сделать. Я просто смотрю, все пулеметы требуют как минимум 3 единицы. Такие лучшие. В то время, как эти требуют. Бля, вот че он стоит, не взорвется. В то время, короче, как эти требуют 2 единицы. Улучшить их, к сожалению, нельзя. Вот, к сожалению. Я посмотрю пулеметов, которые жрут 3 единицы. Есть только фиолетовые, по-моему. А, нет, 2 единицы, вернее. Есть только, по-моему, фиолетовые. Синих нету. А до фиолетовых не очень далеко еще. Короче, не знаю, че делать. Посмотрим потом. Просто стандартным пулеметом ездить как-то неохота, если честно. Может, обрезать, кстати, поставить. Ой, бля. Не подходи ко мне, сволочь. Со своими вонючими, блядь, яйцерезками. Сука, отстебись от меня. Ой. Ой, все, пиздец. И опять инвалид, смотрите. Ну все, пиздец. Какая-то команда у нас слабенькая, бля. Отстань ты от меня, черт возьми. Ой, наконец-то. Можно хоть отомстить ему немного. Ужас какой. А, во-во-во, стой, 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 стой. Давай, давай. Ты дынс. Блядь, она не стреляет. А, не стреляет. Стреляй. Чтобы сбросить груз. Давай, стреляй. А, все, понятно. Да. Ужас. Ладно, валим отсюда нафиг. Так, ну ладно, давайте продолжим. Это мотлюкс ненадолго. Короче, убрал трубу. Вот эту вот. С этой шняги. Переставил на эту. Пусть будет дополнительная защита на... Для пушечки, да. Ну, как-никак там. Ну, все равно, какая-то защита будет. Тем не менее, да. Дополнительная, так сказать. Вот. Вместо трубы я поставил сюда, короче, люки. Это для того, чтобы, типа... Чтобы тут труба не стояла. Тут, потому что труба весит 150 килограмм. А люк, ну, 9 килограмм. Понятно, то что... Довольно-таки огромная разница. Хотя, в принципе, все равно никакой особой разницы не будет. Ускорение. Как медленно ездил, так и будет ездить. Кстати, в натуре надо движок поставить по-лучшему. На эту машину. Ну, потому что она реально... Медленно ездит. Теперь. После того, как я задницу ей сделал как следует. Вот. Обложил там металлом, так сказать. Она теперь ездит довольно-таки медленно. Ну, ладно. Погнали, короче. Еще буквально, может, 1-2 боя. Посмотрим. Че-то как. Так. Дайте покрасим. Ржавчина. Пусть она все в ржавое. Такое говеное. Такое буссарное. Все. Отлично. Найс. Погнали. Так. Рейды. И попробуем все-таки... Так. Похищение. Слушай. Давайте попробуем похищение. А, да. Мы это... Ну, да. Это то же самое, в принципе. Так. Карта поменялась, кстати. Странно. Ну, 7000 Ом. Представляю. Вот у Алекса 7000 Ом. Давайте посмотрим, что это такое. Ну, видите, какой трактор. Да. Такой. Пипец какой большой. Обалдеть. Бабац. Вот еще я подумал, посмотрел. Здесь вообще нету пулеметов, которые жрут 2 единицы мощности, которые являются редкими или выше. Здесь есть только стандартные белые пулеметы. Ого, у чувака сбилили. О, мини-ган. Нифига себе, твою мать. У чувака вулкан стоит. У болта. Представляете, какой кошмар. Ну, короче, я посмотрел. Нету такой шняги, что, допустим, есть пулемет, да? Стандартный. Он жрет 2 единицы, но он стандартный. Он белый. Вот. Все остальные пулеметы, они жрут 3 и больше единиц. То есть, получается, короче, пулемет пока смысл покупать, новые нету. Проще взять и поставить обрезы, потому что обрезы, они будут получше, чем пулемет. А если еще такие редкие выше поставить, то это прям вообще будет полнейшая жесть. Они, конечно, тоже 3 единицы жрут, но, в принципе, они, в принципе, эффективнее, да? В принципе. Вот. Потом что еще посмотрел. Есть, конечно, пулеметы, которые тоже жрут 2 единицы, но они такие, как вот этот трубовик, сзади, который торчит, да? То есть, у них определенный, так сказать, радиус охвата, да? Короче. Что я сказал? Угол, короче, у них на 180 градусов, а не на 360. Так вот. Так что тоже, сами понимаете, не особо. Не особо. Ёпт вам, какая там куча-то за мной едет. Так, подобрали? Отлично. Добьем-ка вот этого. Най-ка, оп! Отлично. Давай, 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 он почти горит. Отлично. Та-да. Такс. Не, он почти, он сбежал, да? Как стал красить вообще. Красота. Ну что, давайте, пожалуй, еще один бой, да и закончим. Так, купоном. Отлично. Сколько, кстати, у меня там этих купонов-то? Вот интересно. 3,75. Допустим, если я всех продам. Сколько я получу? У меня их 230 штук, по-моему. 230, да. Ну, допустим. За количество. А что, около сотни нельзя поставить? Да ладно? Серьезно? А 80? О, да ладно. Как так? Сраван, кстати, выгодно купон продавать, потому что, пипец, ну, смотрите. То есть, получается, у меня 208, 18 купонов, да? Давайте попробуем десятку выставить. Да, десятка. Опа. А, нет, стоп, это не очень выгодно. Короче, сколько за одну штуку он берет? Вы получите покупать и заплатить 3,75. Не, нихуя не выгодно. Но все равно можно попробовать поторговать ими, в принципе. Потому что, знаете, буквально два удачных рейда и 20 купонов есть. получается, два выезда, ну, три, уже сотню. Ну, ладно, посмотрим. Просто эти купоны, в принципе, тоже прикольная штука. Я хочу попробовать, короче, контейнер трофеев купить. Вот. правда, я не думаю, что там выпадет что-то нормальное, но все равно. Прикольно. Так, кстати, сколько мне осталось? Жалко. Ладно, наверное, знаете, все-таки, когда следующий выпуск по Crossout будет, я под конец открою, короче, контейнер. Трофеев как раз выпадет, да? Там, что там, полтора часа, считай, осталось доиграть в игре, и потом дадут контейнер. Ну, и откроем, посмотрим. Вот. Я уже говорю, то, что контейнер здесь, это дикая обдираловка, это просто такое говно. Ужасно. Ужасно. Что это такое, по-моему? Так. Понятно, значит, я больше их не могу получить. Ладно, погнали, короче, еще за купонами сгоняем. Во вторжение, конечно, не пойду, потому что тупо. Кстати, надо бензин перелить. Ну, ладно, погнали. Погнали. Погнали просто в бой сгоняем, миссию, ладно? Или, хотя, ладно, погнали в похищение, еще раз сыграем, да и хватит, пожалуй. Почему музыка такая громкая? Ой, господи, тихо. А, это, наверное, потому что я общую громкость понизил. И вместе с ней музыку. Ну, так. Бип-бип обалдеть, две пуколки, а. Две башни, охренеть просто. Надо все-таки будет как-нибудь поставить, короче, кабину, такую нормальную. Поставить туда генератор, чтобы в общей сложности было 15 единиц, и поставить и поставить три пушки. О, посмотреть, что из этого выйдет. Представляете, три пушки. Я думаю, это будет пиздец. Это будет такая жесть. Ху-ху. Будет такой длинный грузовик с тремя пушками вот так вот боком ездить и хвалить. Вау. Да. Уйди, 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 уйди. Со своей Ваню чешнягой. Ну, блин, вот его мочи, а не меня. Так, сейчас минутка. Погнали. Ух ты, я бы думал. Блин, вот удачно было бы, если бы у меня сейчас пушка стояла сзади, а. Он сейчас за мной идет, а просто бы, блин, стрельнул, и все. И он бы сдох. Ну, не сдох, конечно, но хоть какой-нибудь отпор бы я ему дал. А поскольку дробовика у меня уже нету, именно по причине того, что он меня зарезал, блин. О, все. С ума уничтожаемся. Давай, 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 я успею. Нет, не успею, не успею, не успею, суха такая. Кстати, такая поразительная шняга, когда самоуничтожение врубаешь, я не знаю почему, но наносишь три раза больше урона, урона противнику, если рядом с ним взрываешься, да. Допустим, сейчас мой зад оголить, что у меня будет оршать генератор. Это-то самый огнеопасный, ой, нет, нет. Короче, обычный генератор, который потом при взрыве наносит какой-то урон, вот. Допустим, меня уничтожили, он нанес там, ну, не знаю, там, если я прям вплотную стоял, ну, 300 единиц урона. А если, допустим, я сам сам уничтожение врублю, то он нанесет, допустим, 500-600 где-то, то есть нормально такая цифра прям огроменная достаточно. Я вот так думаю, если в вплотную кабине встать, то там можно считать заразу и уничтожить просто-напросто. Ну, машину, короче, разнести к чертям собачьим. Чё-то не пойму, а чё они стоят-то? Валим, 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 бегаем. Так, есть здесь... Чё-то никогда не вижу здесь странно очень куда все делись. Так, ладно, вперёд. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Три, два, погнали. Бум, отлично. О, сразу вражина появилась. Ух ты, мать твою. Давай, быстрей! Отлично. Так, сейчас мне наверх, а потом туда. Я буду героем, ё-бая. доставлю груз. Ох, ёптвою мать. О, я ему колесо снялся. Хе-е, обалденно. Ох, мать твою. Не, ну я думаю, я, конечно, смогу, если, конечно, меня никто не собьёт. Вот сейчас, если бы они меня таранили, то я бы уже давным-давно сдох, но они меня не таранят, потому что я не дебил. Жалко, что они меня не таранят. Ну, мне же, конечно, лучше. Я бы давным-давно сдох уже. Так, ладно, ребят, такой видос был по блин-копону не получили, да, я так и знаю, но, короче говоря, ребят, такой вот был видос по Crossout. Надеюсь, вам понравилось. Ждите новых выпусков. Всем пока. Удачи. Как-то так вот. Ой, как. Да, ладно, всем пока.